И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами ознакомимся с новым кликером под названием Space Colonizers, или же колонизаторы, как он называется по-русски. В общем, ребята, это игрушка у нас про то, что у нас на Земле полный писец происходит, и мы отправляемся в космос, чтобы найти себе новую, пригодную для жизни планету. Поэтому давайте сразу отправимся уже в космос, и здесь, что мне очень понравилось, там кликер, здесь постоянно будет улучшаться корабль, и это, конечно, будет давать свои плоды, в том плане, что мы будем круче кликать, больше денег зарабатывать, и всё в таком роде. В общем, сейчас будет обучение идти на самом начале, корабль летит, собирает золото, надо собрать 100 золота в самом начале, поэтому поехали, погнали, сейчас заработаем первые денежки. И, блин, насколько же проще играть, на самом деле, в тапперы на компьютере, когда это превращается в кликер, потому что на телефоне я не могу так быстро щелкать, это меня напрягает. Здесь-то прямо вообще можно хоть в ракету превратиться самому, и просто нафигачить за миллисекунды, можно сказать, всё это дело. Так, 150 касаний мы сделали, отлично. Сейчас надо улучшить сам навык, сейчас потихонечку у нас, ребята, будет всё это дело открываться. Если, ребята, вам понравится данный кликер, то вы можете поддержать лайком, я постараюсь поиграть в него ещё, и дойти до более далёких планет, возможно, уже каких-то совсем, там, странных планет, возможно. Просто сейчас мы ещё покидаем нашу солнечную систему, сейчас у нас следующая будет планета, насколько я помню, Луна, потом у нас Марс, потом Юпитер, потом, не помню, Уран вроде бы, и так потихонечку будем продолжать, пока не выйдем из нашей солнечной системы, а там уже посмотрим, что будет интересного такого. Так, давайте пока что клики наши прокачивать. Стоит и недороговато, в самом начале достаточно медленно развиваешься, но самая суть это в том, чтобы добраться как можно скорее до самой планеты, потому что когда мы добираемся до планеты, нам дают, чёрт побери, как много денег, и это очень сильно помогает, кстати, ещё за кнопка такая. Вот здесь установка, чё, какой-то автономный вход есть, не знаю, чё это такое, я, у меня, сначала эта игра начала возмущаться на тему того, что у меня, говорит, время неправильное стоит на эмуляторе, я такой, чё, у меня же нормальное время стоит, но в итоге пришлось синхронизировать, видимо, там какое-то отставание на секунды было, он говорит, давай-ка ты синхронизируй время, я такой, ну ладно, чё уж сделаешь. И да, ребята, сейчас будет небольшая рекламка, спасибо, что её смотрите, вы мне этим просто безумно помогаете, спасибо большое, что её смотрите. А прежде чем мы продолжим, хочу рассказать вам про игру Entropia Universe. Entropia Universe это бесплатная мультиплеерная игра, в которой вы можете заработать реальные деньги. Здесь не требуется никакая платная подписка, просто играете, зарабатываете в игре имущество и продаёте его на внутриигровом рынке. Путешествуй по разным планетам, покупай себе машины, самолёты, сражайся с другими игроками или же просто перевози различные грузы и зарабатывай на этом деньги. В общем, здесь на самом деле ещё куча всего, но я всё вам рассказать, к сожалению, не успею. Так что пробуйте сами, проходите лёгкую регистрацию и играйте. Ссылка в описании, игра не требовательная. Итак, ребята, мы уже почти добрались с вами до первой нашей планеты, давайте дойдём и сейчас вы увидите, сколько ж я ништяков с этого получу. Первый у нас, насколько я помню, луна, и также у нас откроются новые апгрейдики, за счёт того, что мы уже добрались до первой планеты. Луна, видите, отпечаток ботинка Армстронга. Возможно, вижу, возможно, нет. Но самое главное, что мы сейчас получим неплохой контейнер, такой, в котором будет 500 бабосиков и дальше свариваем. Из сюда жалко, пока мне ещё не упал бонус. Здесь будет довольно интересненький бонус, потом у нас откроется. Вот самая крутая тема, это ракетный ускоритель. Сейчас у нас будет прокачиваться сам корабль. И сейчас можно будет сбивать астероиды и получать за это также бобришка. И это очень круто. Самое главное сейчас прокачивать ракетный ускоритель. Это просто безумную сумму нам денег даст. Но сначала, наверное, хотя я даже не знаю, прокачивать мне аж лучше в итоге клик. Или же... Хотя нет, клик надо по-любому прокачать, потому что за него дадут денежку. Поэтому давайте докачаем. Сейчас у нас до пятого уровня любимое касание. Не знаю, почему оно любимое. На самом деле, у меня оно нелюбимое, потому что я уже столько нащёлкался за всё время. Но, блин, всё равно люблю прогресс в этих играх. Кликать, на самом деле, я уже задолбался за столько времени. Я столько накликал, что с ума сойти. У меня уже... Я, наверное, уже пальцем могу стены прошибать. Нет, на самом деле. К сожалению, нет. Хотя хороший был бы навык. Играешь кликер, и потом можешь уничтожать всё и вся малейшим движением. Так, ускоритель до третьего уровня. Прокачать в самом начале самое забавное, что в начале вроде прогресс так еле-еле тянется. Вроде так, знаете, потихоньку всё, помаленьку кажется. Ну, какой-то он очень долгий кликер. А потом внезапно так... И всё, у тебя начинается сразу тонны денег прилетать. Ты уже там миллионер какой-то, чёрт убери. Постоянно корабль прокачивается. Просто я уже на телефоне... Я сначала просто сидел такой. Чё, какие-нибудь игрушечки посорить такой. На телефоне простыкался, не на эмуляторе. Смотрю, о, прикольный какой-то кликер. Ну-ка, поиграясь-ка в него такой, начал играть. И я такой, о, он реально неплох. И я вот в него подзалип там. И после третьей планеты деньги реально идут очень-очень-очень активненько. Так, поэтому, ребята, вы знаете, что делаете, если хотите продолжения. Если не захотите, ну, в любом случае, мне будет приятно, если вы поставите лайк этому ролику. Так, не хочу рекламу смотреть, отставить меня на ложку. Я потом посмотрю. Тут ещё есть тёмная материя. Это другой ресурс, другая валюта, которая нам позволяет покупать совсем сумасшедшие там вещи. Но пока что я по этой теме не парюсь. Меня сейчас она не интересует, тёмная материя. Тёмная материя нас будет интересовать, когда мы уже, наверное, где-нибудь до планеты седьмой доберёмся. Самое прикольное, что сейчас мы доберёмся до второй планеты. И там нам дадут уже один довольно крутой артефакт, который позволит гораздо быстрее зарабатывать деньги. Если, конечно, здесь не рандом. Возможно, мне прошлый раз повезло, когда я играл на телефоне. Но мне кажется, что в самом начале всё задумано по сюжету, скажем так. Что тебе дадутся эти бонусы только такие, которые там написаны. Всё. Сейчас мы долетаем до Марса. Здесь мне должны дать, типа, картошку такую. Так, всё, долетели, исследуем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И сейчас что у нас будет? Так, сейчас у нас будет с вами три капсулы. Да, всё здесь есть. Вот эта картошка, это офигенная тема. По той причине, что она ускоряет наш... Улучшает... Сейчас покажу. Улучшает наш ракетный ускоритель. В четыре раза умножает его. Получается его мощность. Так, чёрная дыра, блин. Как же ты не вовремя-то появилась? Так, ладно, давайте в чёрную дыру запрыгнем. Сейчас. Чёрная дыра, это возможность супербыстро пойти. И давай! Просто сейчас, подождите, я супербыстро нащёлкаю. Видите, какое огромное расстояние можно придавить за буквально... ...хитанные секунды. Ууу, у меня шукова стала. Ай, ай. Ох, всё, ракетный ускоритель. Теперь смотрите, сколько раз мы его можем прокачать. Насколько он мощнее у нас стал. Вот, уже... Уже за то, что я ломаю метеоры, дают сразу же... ...по 32 монеты. Чувствуете разницу, да? Было тогда этого 5, а сейчас уже... Уля-ля, как много даётся. Ещё. Если сейчас мы поднимем его в 10 уровень, то получим умножение этого самого объекта в 2 раза. То есть получится в 2 раза мощнее он станет от того, что у него уже есть. И это просто офигеть. Косрес, тимён... Тимён и Огромен. Удивительно, что вы получили это сообщение. Да, тоже сам удивляюсь. Так, всё, Юпитер у нас окей. Забыл что-то прочитать с носку. Что там было написано. Ладно, фиг с ним. Если что, вы на паузе можете прочитать. Так, 5 тысяч. Ууу, у-ля-ля. Какие деньги-то. Всё, поехали. Пока что не буду покупать другие улучшалки. Они нам не так нужны, как вот этот самый первый ракетный ускоритель. Потому что он реально будет очень много денег давать нам. Больше, чем всё в самом начале. Пока что лучше прокачать ракетный ускоритель. Всё остальное выкупим тогда, когда у нас реально будет уже деньги прилетать просто целой тонной, можно сказать. Так, а сейчас пока что будем чисто заморачиваться по апгрейду ракетного ускорителя. И просто будем побыстрее кликать, чтобы по итогу добраться уже до другой планеты. Как можно скорее добраться хотя бы до пятой планеты. Там дадут бонус в размере... миллиона, что ли? Или что-то около этого. Я забыл там, короче говоря, большую сумму дают уже денег, на которые мы сможем реально неплохо подняться с вами. Так, ну, возможно, это чуть дальше. Я, может быть, я перепутал пятую планету с конь седьмой. Ну, фиг с ним. Главное, что нам такой бонус реально отвешивают потом. И будет супер круто. Фу, надо бы ещё силу кликов прокачать, а то по 50 метров это уже довольно мало за клик. Хочу, чтобы сразу там по километру за клик прибавлялось. Не-не-не-не. Пока реактор частиц мы покупать не будем. Говорю, сделаем так, чтобы у нас просто из денег прям фонтан был какой-то. Отлично, всё у нас Юпитер. Ой, Юпитер? А, пф, почему я Юпитер с Сатурном путаю? Фу, ладно, это я просто устал уже кликать. У меня в башке каша начинается от такого. Скорее кликанье, тем более у меня окно закрытое, а то холодно, я окно открою. Будет, конечно, кислород, но... Тогда я замёрзну и заболею, возможно. Не хотелось бы. И так недавно болел. Так, ну что, у нас появился другой ХК-970 уничтожить. Реактор частиц улучшает, но я пока реактор частиц не трогаю. Мне он неинтересен. Так, ну что, в чёрную дыру давайте прыгать с вами. Хотя, стоп, блин, ладно, придётся так. Погнали! Я хотел просто апгрейд сделать на клик, тогда бы мы ещё мощнее с вами пролетали. Ну, ладно, фиг с ним, не успел, так не успел. Зато деньги как прибавляются безумно. Ууу! Так, всё. Всё, вот теперь, вот теперь можно остановиться. 25 уровень, по 600 монет прибавляется. И в секунду также прибавляется безумное количество денег. Это мега классно, мега потрясно. Так, а может шторка сверху уже исчезнет? И мне не нужна здесь так-то? Я тебя случайно потянул. Ну ладно, хрен с ним. То она мне... О, неужели исчезла? То она меня напрягать начинает. Так, всё, реактор частиц. Открываем новые уже объекты. Сейчас будет корабль у нас постоянно улучшаться. Я тут ещё куча ивентов выполнял. Так, систему улучшить. Гелио-концентратор, всё. Вот его тоже хреначил. Смотрите, сразу как корабль грейдится, начинает. И я, блин, обожаю игры, в которых вот такие апгрейды идут. Просто, ах, как это круто, когда такие прокачки. Так, ну давайте сначала прокачаем наш сам клик. Нам его всё равно до 50 уровня надо будет прокачать, потому что нам будет задание прокачать клик до 50 левела. Поэтому этим мы тоже будем заниматься. Ну, клик в любом случае стоит прокачать. Очень полезная тема, как-никак. Правда, дорогая больно, чё ты. Ну что, следующая планета, это у нас Уран. Ура, это Уран. Отлично. Самую короткую строчку я смог прочитать, да? Так, и получаем мы наши контейнеры. Здесь нам дают 100 тысяч уже денег. Просто обалдеть, какая сумма приятная. Так, всё, улетаем отсюда. И что бы мне улучшить, я даже не знаю. Так, десяточку раз я улучшу. Ну, давайте-ка пока улучшать ракетный ускоритель. Всё так же пока что он офигенный, поэтому я его хочу улучшать первым. Жалко, апгрейд Х2 сейчас слишком далёк от нас. Ну, ладно. Мы сейчас 100 тысяч уже сами можем накопить за считанные секунды, можно сказать. Ещё бы чёрную дыру встретить и перебраться на шестую планету уже буквально в пару секунд. У нас сейчас ачивки выполнены, и можно забрать материю. Но нам пока её всё равно не надо, поэтому я могу и попозже забрать. Так, ракетный ускоритель. Ещё грейдим, чё? Что-то прям по косарю давалось. Вот я буду доволен, когда по косарю сразу будет даваться. Такой, ебой уже, косарь! Так, а следующий у нас стоит ионный двигатель. Отлично, можно до ионного двигателя добраться, и он будет у нас тоже крутецкий, насколько я знаю. Да, даёт очень много, поэтому ионный двигатель — это вещь классная. Будем к ней стремиться. Блин, я крикать устал, на самом деле. Так, ну придётся сейчас нам подготовиться к клик-кликоволне. Да, блин, попасть не могу по кнопке. По 4 километра за клик, обалдеть! О, с ума сойти просто. Ну, 20% считайте пролетели чуть ли не за секунду. Так, всё, до тысячи, ой, до 50-го пока качать не буду. Наше солнце можно засунуть, в наше солнце можно засунуть миллион таких планет, как Земля. Ну да. Так, гелеконцентратор, мне до 3-го левела его вроде прокачать надо, поэтому давайте его прокачаем. Так, гелеконцентратор до 3-го, всё, забираем. Так, ей теперь улучшить навык касания до 50-го. Ну, всё, я говорю, что его надо будет прокачать. Так что сейчас будем заниматься его прокачкой. Ещё реактор частиц бы хорошо прокачать. Ну, дорогой, блин, зараза. Стоил бы подешевле, я бы его прокачал. Пока что самое эффективное, мне кажется, прокачивать ракетный ускоритель. Потом, конечно, реактор частиц будет гораздо круче, но это попозже чуть-чуть. Так что пока что мы его так вот делаем. 45 тысяч у нас уже есть. Самое главное, до другой планеты добраться. Там нам офигенный уже бонус дадут по денежке. Поэтому всё станет гораздо лучше после того, как мы доберёмся до 10 тысяч. Открыть налог форсаж. Ну да, 500 тысяч у меня прям так вот. Вот прям завались денег у меня по 500 тысяч тут. Покупать апгрейды. Не-не-не, пока что это делать не буду. Давайте реактор прокачивать. Частицы до 10-го лвла прокачаем. Он уже будет давать нам солидную сумму баблишка. Потому что х2 бонус работает. Всё, плюс 400 даёт. Видите, хорошая штука. Только дорогая. Самый главный её минус. Но всё равно это ускоряет добычу наших денег. Так что это в любом случае хорошо. Сейчас уже доберёмся до следующей планеты. И там нам дадут уже приятную сумму. Мы купим себе ионный двигатель. Так, да не отстань ты от меня с этой штукой. Всё, осталось буквально совсем немножко. Господи, реально устал кликать. Давно я так много не кликал в кликерах. Хотя можно, конечно, игру было бы на авко ставить. И она бы сама нафигачивалась и валюту. Но это я уж в следующую часть... В следующий раз, точнее, буду с вами играться в эту игру. Если будет продолжение, то я, понятное дело, этим заморочусь. Этим я заморочусь. Ну всё, добрались мы до следующей планеты. 112 тысяч у меня уже есть, даже больше. И сейчас мы получим с вами... Сколько бабла? По-моему, миллион должно быть. Нептун у нас. Недавние исследования океанов Нептуна испугали землян не на шутку. Толщу водность населяли подводные жители. Жилтили. Всё, давай исследуем. И сейчас мне, по-моему, лимончик должны дать. Если я не ошибаюсь. Да, вот лимончик плюс уже новый чувак у нас. Прибавляется, всё, улетаем. Чувак, кстати, уже двухзвёздочный, что говорит о том, что он уже крутой чел. И он его двигатель улучшает, также импульсный двигатель тоже улучшается. Импульсного двигателя у нас вроде нет. Нет, у нас нет импульсного двигателя. Ну что, давайте и он и прифигачим. А следующий у нас ядерный двигатель. Но он уже три мульта стоит. Это безумные деньги. Так, пожалуй, давайте мы докачаем гелиоконцентратор. Он прибавится 900 у нас в итоге. И я даже не знаю, что лучше дальше докачать, пока у нас есть миллион. Можно, конечно, взять тот скилл, было бы тоже круто. Но вот десяточку я смогу. Да, слушайте, вот. В четыре раза улучшаем наш ракетный ускоритель. А генератор, реактор частиц я не смогу поднять. Так круто, он стоит гораздо дороже. Я имею ввиду, что не смогу так сильно поднять. Но вот до x3 довели. И сейчас нас с одних камушков уже по 11 тысяч идёт. Было бы глупо покупать форсаж за 500 тысяч, который бы нам толком ничего не дал. Потому что это увеличение скорости в три раза на 30 секунд. Ну, такое себе. Как бы клёво, но много нам всего это не даст с вами. Мы с вами стремимся к высшей цели. А не к неувеличению в три раза скорости. Конечно, да, неплохо, наверное. Эй, да фиг знает. Давайте откроем чё. Выполним задание. Глядишь, что-нибудь там ещё поинтереснее будет. Улучшить двигатель до третьего левела. Так, и как мне форсаж использовать? Я открыл форсаж, чтобы вы мне не... А, всё, понял. Ну вот, скорость прибавилась. И, ну, пошустрее двигаемся. Метеоритов поб... Вот, метеоритов, кстати, побольше летит. Это круто. Метеориты... Метеориты, это здорово. Значит, кучу бабла сейчас поднимем за один заход. По той причине, что постоянно метеоры летят, астероиды. И тому подобное. Так. Давай, 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 давай. Не хочу ни один пропустить. Хочу все собрать. Всё это баблишко получить. Давай, 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 давай. Ну, слушайте, а почти добрались до следующей планеты. Довольно неплохой ускоритель, как оказывается. Блин, всё-таки пропустил один камень. Даже второй пропустил. Ну, если один уже пропустил, то можно расслабиться, да? Ну что, лям 67 у нас есть. Следующий надо ионный двигатель прокачать три раза. И у нас будет выполнено задание, да? Выполняем ядерный двигатель. Три... Три мульта, блин. Три мульта, ребята. Ну, это совсем извращение, по-моему. Ладно, фиг с ним. А мы просто усиливаем вот этот вот самый ионный двигатель. И в итоге он даёт просто сумасшедшие бонусы. Так, за три ляма надо набрать. Ну, сейчас мы долетим до планеты. Мне как раз три ляма и дадут. Мы посмотрим на ядерный двигатель уже. Как видите, насколько уже кораблик изменился за это время у нас. Так. И что у нас здесь? Здесь у нас Плутон. Желает, чтобы его воспринимали всерьёз. Когда-нибудь. Когда-нибудь. И сколько? Шесть миллионов денег и восемь тёмных материй. Ура! Неплохо. Неплохо. Всё. Ядерный двигатель. Бам! Оооо! Какого зверя мы постояли просто. Так. Достичь планеты восемь. Ну, мы этим и занимаемся. Так. А улучшение ядерного двигателя стоит дорого. Но мы его сделаем. Так. Ладно. Всё остальное, насколько я могу, настолько и прокачаю. Всё, хватит с нас. Да, спасибо. Кстати, вот здесь написано вообще бонус. Новое улучшение когда. И все более-менее подробности. У любимого касания, кстати, жалко, нет никаких подробностей. Ну, ладно. Фиг с ним. Мы уже получаем солидное. Очень быстро можем миллион себе набить. И в целом прокачали корабль неслабо. Если помните, с чего мы начали в самом начале, то там была вообще маленькая такая ракетка. Галимая. Сейчас прямо такой уже корабль. И в будущем он там вообще супер кораблём будет. Как я видел на скриншотах. Там вообще можно такой себе интергалактический супер корабль какой-то построить. Не знаю. В общем, ребята, если вам всё понравилось, хочется продолжения по этой игрушке, то можете поставить лайк этому ролику. Так что, если вы здесь впервые, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И также в описании ссылки на ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал. На эту игру также есть ссылка в описании. Как и на всех роликах я оставляю ссылку на игру. И вроде всё. Всем удачи, всем пока. Скоро с вами снова увидимся.